Вот приходишь в супермаркет и думаешь, что бы такого купить да съесть, чтобы силой обрести энергию, физически оздоровиться, но и при этом еще и ясно мыслить. Оказывается, такой продукт есть, и его можно найти в магазинах здорового питания. Называется трифола. Это смесь трех фруктов – амалаки, бипхитаки и харитаки. В древнем трактате по аюрведе Чарака Самхита сказано, что если принимать их в течение года, можно прожить сто лет, не страдая при этом от старости и болезней. А все дело в том, что трифола относится к красоянам, то есть это средство, которое улучшает здоровье в целом и продлевает жизнь. Более трех тысяч лет трифола считается чуть ли не панацеей от множества болезней. В частности, за счет того, что обладает пятью вкусами из шести возможных – это сладкий, кислый, горький, острый и вяжущий. Нет только соленого. Посему трифола приводит в равновесие три доши, то есть три типа конституции людей в зависимости от преобладания элементов ваты – воздуха, питы – огня и капхи – воды. Иными словами, трифола поддерживает стабильность и постоянство слаженной работы организма. Давайте же разберем влияние на организм каждого фрукта трифола в отдельности. Эти растения – амалаки, випхитаки и хоритаки – произрастают в Индии, Непале, Китае и принадлежат группе миробаланов, что в переводе с греческого означает мирон – благовонное масло, и баланас – это желудь. Амалаки еще называют амла или индийский крыжовник. Это деревце со светло-зеленой кроной. И что интересно, во время листопада амла сбрасывает не только листья, но и ветки. Сам фрукт – бледно-желтый, круглый, всего 2,5 см в диаметре. На вкус кисленький. Амалаки – это ценнейший источник витамина С. Этот плод способствует хорошему пищеварению и циркуляции крови. Снимает усталость, повышает работоспособность и улучшает память. Это растение считается одним из самых сильных омолаживающих средств, так как ускоряет регенерацию всех тканей организма. Амла укрепляет также зубы, волосы и ногти. Второй ингредиент трифола – это бипхитаки. Этот фрукт растет на высоком красочном дереве. Мякоть на вкус сладкая, вяжущая. Бипхитаки оказывает согревающее действие. Этот плод содержит много витамина А, поэтому помогает бороться с воспалительными процессами и паразитами в организме. Он также показан при проблемах мочеполовой системы и различных заболеваниях печени. Растворяет камни в почках и в желчном пузыре, выводит избыточную слизи с бронхов. И также это эффективное средство при хрипоте и больном горле. Очищает кишечник и организм от шлаков и токсинов, лечит кожные заболевания и улучшает зрение. Хорошее также это средство против преждевременной седины и облысения, а также помогает ликвидировать различные новообразования на начальных этапах их развития. Бипхитаки означает устрашающее, поскольку болезни тут же отступают перед ее целебной силой. И третий плод хоритаки дает вечно зеленое цветущее дерево, достигающее 20 метров в высоту, с желтыми цветами и небольшими овальными плодами. Похожими на орех. Имеет сильный вяжущий вкус и сладкое послевкусие. Хоритаки дословно переводится как устраняющая болезни. Это одно из немногих растений, которое лечит на тонком уровне, корректируя и восстанавливая биополе человека. А также нейтрализует вредное воздействие на человека извне и исправляет негативные программы в организме. И активизирует его защитные силы. Фрукт применяют для улучшения кровообращения и укрепления сосудов. При кишечных инфекциях, в зависимости от дозировки, помогает при запорах, при диарее. Полезен также для улучшения работы мозга, повышает способность к обучению, успокаивает нервную систему. В целебных целях используются все части этих трех растений. Цветы, листья, кора, корни, семена и плоды. Таким образом, все три фрукта в составе трифола усиливают действия друг друга и становятся в комплексе, таким мощным эликсиром молодости и долголетия. Выпускается трифола в виде капсул, масла, порошка вот такого и таблеток. Трифолу в таблетках принимают курсом 3-4 месяца. Взрослым по одной таблетке два раза в день до еды. Детям от 6 до 14 лет по одной таблетке перед сном. Запивать нужно теплым молоком или водой. Можно добавить по вкусу мед. При сильной простуде с высокой температурой можно смешать 2 чайные ложки порошка трифолы и 1 чайную ложку куркумы. Употреблять по одной чайной ложке два раза в день за 20 минут до еды. Принимая трифолу нельзя есть жирную, острую и тяжелую пищу, которая может раздражать и загружать кишечник. В случае дискомфорта во время приема трифолы дозу стоит уменьшить наполовину, на пару недель. Неприятные ощущения могут быть вызваны тем, что трифола приводит в движение токсины и организм просто не справляется с их переработкой. Порошок может также использоваться в качестве основного или дополнительного компонента для приготовления ванночек, примочек, масок и очищающих скрабов. При различных болезнях глаз полезно делать промывание отваром трифола. С осторожностью стоит принимать препарат во время беременности и период кормления грудью, а также отменить при индивидуальной непереносимости. По отзывам клиентов, после применения трифолы они стали меньше болеть простудными и вирусными заболеваниями, а также ушла бессонница. В общем, трифола – это универсальное средство, которое при грамотном сочетании с другими препаратами дает прекрасные результаты в лечении самых разных недугов. Поэтому поможет и вам.